Доминация биткоина А у эфира, похоже, появилась надежда. Нужно всего лишь подождать. И я готов спорить, что большой объем прироста Аваланч и Соланы очень скоро направится в эфир. И для эфира мы строим уровни Фибоначчи от верха к низу. И около 2500 — это 1618. А если же мы с вами посмотрим на Total 3, это весь объем минус биткоин и эфир, это капитализация всего остального рынка, то увидим, что в настоящий момент у нас имеется конфигурация точно такая же, что и в 2020. Перед образованием мощного и напористого забега альткоинов. Я думаю, что, скорее всего, мы увидим значительную консолидацию для альткоинов, нежели прямую линию вверх. Так что не ожидайте абсолютно одинаковые вещи, но, говоря в целом, то, что мы с вами видим, это преодоление альткоинами зоны сопротивления. Прямо сейчас, как и в 2020. Так что, по крайней мере, это является знаком того, что макротренд для альткоинов начинает поворачиваться в сторону быков. Поэтому, когда я смотрю на график доминации, я вижу, что мы сломали трендовую линию, а это признак того, что мы можем сформировать тренд вниз. Но чтобы это стало действительно трендом, нужны нисходящие верха и низы. Так что один нисходящий низ, один нисходящий верх, тренд ли это? Может быть, но пока нет подтверждения. И чтобы я хотел увидеть, возможно, отскок для доминации, не преодоление предыдущей поддержки как новой зоны сопротивления. И вот тогда мы сможем сказать, что у нас есть несколько нисходящих верхов и нисходящих низов. После чего это уже с большей вероятностью станет трендом, который должен будет продолжиться. Вот чего я жду для доминации. И еще один момент, которым многие люди интересуются. Это взаимосвязь биткоина и альткоинов. Если мы посмотрим на Total 3, наложив его на график биткоина, то окажется интересным посмотреть на то, как это работает. Ведь многие люди думают, что альтсезон начинается, когда биткоин идет вниз. А альткоины растут по сравнению с биткоином. Но это на самом деле не так. Это в большей степени похоже на танец. То есть это не просто обратная корреляция. Биткоин должен себя показывать хорошо, для того, чтобы альткоины себя показывали хорошо. Нельзя просто взять и ожидать от одного или от другого какого-то действия, несмотря на другой. Они всегда движутся в параллели. Давайте посмотрим на дневной график периода ковида, этого краха, и до вершины в 69К. Если мы с вами посмотрим внимательно на этот график, то заметим, что когда биткоин спускался вниз, альткоины тоже двигались вниз. А когда биткоин снова набирал импульс, у альткоинов были еще большие провалы. Но при этом они оба удерживали как бы недельную корреляцию. Также можно заметить, что когда биткоин начал устаканиваться, ведь это всего лишь консолидация. Смотрите, у нас есть низ, мы его достигаем постоянно, и в этом диапазоне консолидируемся. В начале 2021-го на уровне 40К. Нисходящие верха для биткоина соответствуют восходящим верхам для альткоинов. Но посмотрите сюда. Как только биткоин пошел вниз, альта тоже пошла вниз. Биткоин отскочил, и альта отскочила. Биткоин пошел вниз, альта пошла вниз. Биток отскочил, альта отскочила. Но преобладающей структурой для альткоинов было восходящие верха и низы. При этом для биткоина преобладающей структурой было нисходящие верха и как бы горизонтальные низы. Но при этом вы видите, что отскоки, на которых альта действительно получала импульс. Биткоин-то двигался в большей степени в боковике, и альта, в общем, двигалась вместе с ним. Но как только биткоин отскакивал, альта устремлялась прочь и обгоняла по прибылям биткоин. Продолжаем здесь, где вы можете увидеть, что они следуют друг за другом. Это довольно очевидно. Но как только альта достигает своей наивысшей точки внутри цикла, верно? Здесь биткоин достигает нисходящего верха, а альта строит восходящий верх. Таким образом, вы можете видеть, что как только альта отскакивает к восходящему верху прямо здесь, это происходит только по той причине, что и биткоин отскакивает и позволяет альте это сделать, которая получает большую скорость. Поэтому многие люди неправильно трактуют взаимодействие между биткоином и альтой. Биткоину нужно себя хорошо показывать, чтобы хорошо себя вела и альта. Просто лишь альта из этого получает больше преимуществ из-за побочных действий от биткоина и стабильности. И вместе с его отскоками, когда образуются нисходящие верха, альта начинает стремиться вверх. Так что, ребята, надеюсь, вам это понятно, и это то, где мы сейчас находимся в Total 3 по сравнению с биткоином. Поэтому то, что у нас сейчас происходит, это небольшие нисходящие верха для биткоина, но у альткоина в Total 3 видим гораздо более сильные восходящие верха, это оранжевая линия. Но этого не происходит до тех пор, пока биткоин не отскакивает. Так что биток идет в боковике. И после того, как он идет в боковике, у биткоина образуется отскок вот здесь, и после этого отскока вот здесь биткоина, только после этого альта взрывается очень быстро по достижению новых высот. И вот так работает альтсезон. Для него необходим общий макро-ап-тренд. И для в большей степени среднесрока у биткоина движение должно быть в боковике. А в совсем краткосрочной перспективе для биткоина нужен хороший отскок. И как только они у биткоина происходят, вот тогда мы начинаем видеть действительный блеск у альткоинов. Вот таким образом подпитываются альткоины, и таким образом подпитывается альтсезон. И еще один момент, о котором нужно помнить, помимо восходящих низов, это RSI. RSI продолжает удерживать наш, так скажем, уровень в 53, да? На дневном графике. И вы видите, что каждый раз, когда мы видим эти восходящие низа, отскакивая от этого уровня в 53, это недавний уровень RSI поддержки, мы снова и снова продолжаем отскакивать от этой поддержки. У нас появилась горизонтальная RSI поддержка и RSI даунтренд. И с учетом этих отскоков, если мы преодолеем зону сопротивления для биткоина, целью для меня не обязательно будет какая-то конкретная цифра. Это будет зона сопротивления RSI. Структура RSI является очень важной. Так что сона растет, мы пробиваемся вверх, и я буду следить за этой зоной сопротивления, помимо даунтренда. Ведь это может быть более справедливым подходом для того, где биткоин увидит свою следующую коррекцию. В начале 2024 года я допускаю, что при достижении новой вершины мы даже можем отскочить на восходящий верх с нисходящим верхом для RSI. Мы можем даже увидеть медвежью дивергенцию, пробив ниже этот уровень поддержки в начале 2024, чтобы перезапустить RSI перед тем, как заступить на новый взрывной бычий тренд. Ведь всегда должна быть какая-то промежуточная коррекция на данном пути. А ожидать лишь прямую линию нам нельзя. Так что здесь мы отскакиваем, я ожидаю ретеста, зона сопротивления RSI, это будет моя цель, без какой-то конкретной ценовой цели. Поэтому в виде цели я буду наблюдать за этим RSI. Буквально над этой зоной перекупленности. Примерно 73-74, что может отправить нас на уровень цены в 48 тысяч. Может быть даже в 52 тысячи, что является целью ниспадающего клина. Зачем я так же слежу? И глядя вот на этот график, если мы с вами в какой-то момент начнем спускаться ниже, независимо от того, достигнем ли этой цели RSI, или же, скажем, что-то вдруг произойдет, какое-то крупное негативное событие, и мы начнем двигаться ниже, то я буду смотреть за уровнем в 38 тысяч, уровень предыдущего сопротивления, который станет новой поддержкой, и от которого я буду надеяться, что мы отскочимся. Но в целом я сохраняю бычий настрой. Это действительно момент, когда нужно откупать низы. Никогда не было хорошей идеи продавать биткоин за 4 месяца до халвинга. Ведь исторически это всегда была зона для покупки. А в целом, как мы помним, тренд — это наш френд. Пока он тренд. Так что, вероятно, мы снова прорвемся. Скорее всего, биткоин снова наберет силы по доминации, она начнет расти, достигнув нисходящий верх. И затем уже мы с вами начнем наблюдать действительно серьезную альткоин весну. Так что, ребята, никуда далеко не уходите, мы с вами будем продолжать наблюдать за ситуацией на этом канале, а ребята из CryptoCommons будут делать все от них зависит, и чтобы переводить этот контент быстро и оперативно. Поэтому обязательно с вас благодарочка в виде лайка, подписки на канал, незаменимого комментария. Не ленитесь, будьте активными, действуйте, вы этим нам очень сильно помогаете. Мы вас очень любим, поэтому крепко вас обнимаем, и до встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok